МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Что происходит с нашим организмом, когда мы слушаем или исполняем музыку? Моя любимая цитата, описывающая то, как музыка воздействует на мозг, принадлежит моему научному руководителю. Он говорит, когда мы играем музыку перед кем-то, мозг светится, как рождественская елка. Протак разрушит рак до его возникновения. Вечная батарейка из графена. Успешные космические цивилизации живут тихо. Тело для робота. И какова скорость света внутри молекулы? Наш очередной обзор новостей науки и технологий. В крайних радиограммах, полученных на частоте самолета Ливаневского, звучат какие-то загадочные цифры. Последний полет знаменитого полярного летчика. Будет ли разгадана тайна века? Новые параметры, искусственный интеллект и метод случайного леса. Российские ученые добились невероятной точности в ранней диагностике онкологии. Уникальность получилась в том, что наши результаты отличаются от всех остальных, которые были получены в мире до нас. А интересно было бы узнать, что происходит с нашим организмом, когда мы слушаем или исполняем музыку? Почему с точки зрения субъективной реакции мы печалимся, наслаждаемся, воодушевляемся? Как с точки зрения неврологии музыкальную информацию оценивает наш мозг? А с точки зрения физиологии, как влияет музыка на сердцебиение и дыхание? Доктор наук, исследователь в области музыкальной психологии, музыкант-саксофонист Мишель Филлипс изучает этот вопрос давно и серьезно. Моя любимая цитата, описывающая то, как музыка воздействует на мозг, принадлежит моему научному руководителю, профессору из Кембриджского университета. Его определение прекрасно. Он говорит, когда ты играешь музыку перед кем-то, мозг светится, как рождественская елка. Сегодня для изучения глубин музыкального восприятия инструментов существует множество. Современные технологии с их точными биологическими замерами, возможность международного сотрудничества ученых по всему миру, мастер-классы и совместные концерты, дающие возможность исследовать музыку в живой среде. Как показывают неврологические исследования, прослушивание музыки задействует самые разные части мозга, о которых мы можем и не подозревать. Если зрение использует в первую очередь заднюю часть мозга, то слуховая информация, особенно музыкальная, задействует разные части мозга, потому что прослушивание музыки – очень сложный процесс, подразумевающий организацию структуры – это передняя сторона мозга, обработку различных сложных эмоций – это средняя часть мозга, отвечающая за эмоциональные реакции, а также восприятие грамматических и семантических структур. То есть прослушивание музыки заставляет наш мозг очень серьезно работать. Это своего рода тренировка для него. В Древней Греции музыка считалась разделом теории чисел. Первым, кто попытался выразить красоту музыки с помощью чисел, был Пифагор. Немецкий философ Готфрид Лейбниц в письме математику христиану Гольдбаху пишет «Музыка есть скрытое арифметическое упражнение души, не умеющее считать». На что Гольдбах ему отвечает – музыка – это проявление скрытой математики. Некоторые люди говорят «Те, кто хороши в математике, хороши в музыке». Или «Нам так нравится музыка, потому что она похожа на математику». Но когда я стала заниматься исследованиями, я поняла, что люди не замечают в комнате слона – восприятие. Восприятие все меняет. По мере того, как вы слушаете что-то, меняется и то, как вы обрабатываете эту информацию. Особенно интересно, как музыка искажает восприятие времени. Мы теряемся во времени, не всегда отдавая себе отчет в том, сколько времени прошло. Например, если человеку нравится музыкальное произведение, ему кажется, что оно длится дольше, а если нет, оно воспринимается короче. Поэтому, если, к примеру, какой-то важный момент в ходе музыки приходится на середину произведения, человек может впоследствии не понимать, что это было в середине, особенно если первая половина понравилась ему больше, чем вторая. Знаете, что больше всего нравится мне в моей работе – плодотворное сотрудничество. Я общаюсь и с академиками, и с композиторами, и с исполнителями. Иногда в ходе совместной работы композиторы и исполнители восклицают «Ух ты! А мы не знали!». Когда мы пишем и исполняем музыку, мы задумываемся о том, как она будет восприниматься, и работаем над этим. И я поняла, что есть разница между тем, что знаем мы, исследователи музыки, и что знают практики, пишущие и исполняющие ее. Чем больше мы будем работать вместе, тем интереснее будет результат. Композиторы и исполнители смогут использовать наши исследования на практике, чтобы получать от слушателей ту реакцию на свои произведения, о которой они мечтали в ходе работы. Пятерку прорывных исследований, представленных миру на этой неделе, открывает сообщение немецких биологов. Ученые научились разрушать белок, запускающий процесс раковой опухоли. Они изучили новый класс веществ под названием протак, который вместо блокировки белков полностью их уничтожает. Этот процесс можно сравнить с работой Шредера, измельчающего листы бумаги, на которых записана ценная информация. Без этой информации, управляющей ростом онкогенных белков, развитие опухолевых клеток невозможно. Предложенный метод эффективнее и безопаснее для организма, чем распространенная сегодня тактика подавления активности белков раковых клеток сильно действующими лекарствами. На четвертой ступени нашего рейтинга сегодня оказалось сообщение американских ученых, создавших нечто похожее на вечный двигатель из графена. Речь идет об уникальной схеме генератора бесконечной чистой энергии. Специалисты научились накапливать энергию, расходуемую графеном при свойственных ему самопроизвольных колебаниях. Однако собрать эту энергию не удавалось по той причине, что это хаотичное броуновское движение атомов. И вот команда американских физиков обнаружила возникновение тока в электрической цепи графена. В схему были введены два диода-усилителя мощности, вырабатываемый графеном энергии. В результате получился источник питания для датчиков разнообразных систем, не требующих большой мощности. Ступенькой выше оказался результат огромной работы, проделанной астрофизиками из Колумбийского университета США. Они оценили шансы найти инопланетную цивилизацию. По мнению астробиологов, они есть, но при условии, что некая цивилизация вступит в полосу фатальных неудач. А вот развивающиеся успешные цивилизации предпочитают вести тихую жизнь, малозаметную на фоне огромной галактики. Шансы выявить инопланетную жизнь заметно увеличатся, если она столкнется с трудностями или окажется на грани исчезновения. И тогда ее крики о помощи можно будет уловить земными телескопами. На вторую ступень рейтинга мы поместили сообщение об изобретении первой в мире роботизированной ткани. Материал способен изменять жесткость и форму в зависимости от температуры окружающей среды. Специалисты из Ельского университета в США соткали этот живой трикотаж из волокон, наполненных частицами сплава висмута, индия и олова. При помощи компьютера ткань может нагреваться и становиться мягкой или охлаждаться и фиксировать форму. Этот материал как нельзя лучше подходит для изготовления человекоподобных роботов. Высшую ступень рейтинга сегодня мы предоставили впечатляющему результату работы немецких физиков. Им удалось впервые в истории науки измерить скорость цвета внутри молекулы. Эта величина составляет 247 зептосекунд. Именно за такое время фотон пересекает молекулу водорода. Зептосекунда – это триллионная часть миллиардной доли секунды, или десятичная точка, за которой следует 20 нулей и единицы. Для постановки этого опыта физики из Университета Гёте облучили молекулу водорода рентгеновским лазером в ускорителе частиц Петро-3 на немецком электронном синхротроне в Гамбурге. Эксперимент заключался в том, что, зная пространственную ориентацию молекулы водорода, ученые учли интерференцию двух электронных волн и точно рассчитали результат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 12 августа 1937 года. На Щелковском аэродроме под Москвой готовится к старту огромная четырехмоторная машина под номером Н-209. Сразу после рекордных перелетов Чкалова и Громова полярный летчик Ливаневский и четыре его спутника решили перелететь из Москвы на Аляску на экспериментальной транспортной машине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первые 20 часов полета прошли сложно, но в штатном режиме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пройдя точку полюса на расстоянии порядка 150-120 километров от полюса, после того, как самолет уже перешел в западное полушарие, поступила радиограмма о том, что вышел из строя один из его крайне правый двигатель. После этого полет перешел в разряд аварийных. экипаж на трех моторах предпринимал все возможные и невозможные усилия для того, чтобы продолжить этот полет. Десятки радистов на всей территории Советского Союза ловили радиограммы с аварийного борта. Но самолет уходил все дальше в белое пятно арктического полюса недоступности. Слышимость падала и вскоре упала до нуля. Самолет исчез в арктической пустыне. До сих пор нет ни одной версии, такой аргументированной версии, которую можно было бы принять за основную и, так сказать, разрабатывать ее, искать ответ на эту вот загадку века, как называют этот полет Ливаневского. Самолет Ливаневского искали в 37-м у северного побережья Аляски и в районе полюса. Продолжали искать и в послевоенные годы. Возникли странные версии. По одной из них, из-за отказа мотора, самолет уводило вправо, и он улетел в Якутию. Версию проверили, и она не подтвердилась. По каким-то совершенно мне непонятным причинам поиски велись и в Якутии, там озеро Себян-Куэль, и другие районы тоже якутские, да, велись поиски и на Таймыре, я знаю, это практически, самолет должен был повернуть чуть ли не в обратную сторону. И уж совсем фантастика, даже на Ямале велись поиски, понимаете? Но, может быть, Ливаневский или второй пилот Николай Кастанаев смогли посадить аварийный самолет на дрейфующие льды океана, починить мотор и лететь дальше. Ведь садились же на льдины самолеты при заброске Папанина и спасении челюскинцев. Вот что такое в августе Северный Ледовитый океан, кто там не бывал, тот плохо себе представляет. А люди, которые летали, это вот старые полярные волки, летчики, да, они в один голос говорят, выполнить посадку на такой махине, на колесном шасси в августе невозможно, без катастрофы. Что такое дрейфующий лед Ледовитого океана летом, можно судить по съемкам лыжной экспедиции Владимира Чукова в 1998 году, когда они на лыжах через Северный полюс дошли до Арктических островов Канады. Так что же, искать самолет Ливаневского бесполезно? Нет, искать нужно. В крайних радиограммах, полученных на частоте самолета Ливаневского, звучат какие-то как бы загадочные цифры. Цифры и фразы. Вижу ледяные горы и какие-то цифры. 83, там другие цифры, которые никак не могут по сей день расшифровать. Ни радисты, ни специалисты, поисковики. Эти цифры и фразы дают надежду, что через 80 с лишним лет мы сможем все же раскрыть тайну века и узнать судьбу отважных летчиков. Десятки энтузиастов, снабженных современной техникой, готовы отправиться на поиски. Куда? Об этом мы расскажем в следующий раз. Одной из основных причин смертности в мире является онкология. Коварная болезнь развивается в результате изменений всего в одной клетке. Как и многие учёные в мире, мы разрабатываем методы для ранней диагностики онкологических заболеваний. Почему это важно? Если говорить о цифрах, то 80-90% онкологических заболеваний поставленных на ранней стадии полностью излечиваются и пациенты забывают об этих болезнях. Раньше, чтобы обеспечить профилактику, нужно было пройти массу обследований, да ещё у разных специалистов. По новой методике следует только сдать кровь. Но это совершенно особенный анализ. Важно, что помимо большого и продуманного набора онкомаркеров сюда включили и неожиданные показатели, которые, как выясняется, напрямую связаны с заболеванием. Мы отобрали 18 маркёров, включая онкомаркёры. Но если раньше преимущественно все методики были построены именно на онкологических маркёрах, на тех белках, которые вырабатывает опухоль, то в нашем исследовании мы включили и изменения гомеостаза организма, метаболизма организма, то есть ответ, так скажем, хозяина на наличие у него опухоли. То есть учёные решили включить в исследование целый ряд в общем-то необычных для данной диагностики параметров. Но самое важное впервые при разработке подобной методики используется искусственный интеллект. Уникальность получилась в том, что наши результаты отличаются от всех остальных, которые были получены в мире до нас. Мы достигли 90-процентной точности. Это, безусловно, очень много. Такой результат стал возможен ещё и потому, что были использованы сразу несколько методов машинного обучения. Машинное обучение это определённые алгоритмы, заложенные в компьютер. Таких методов несколько. Так называемый метод случайного леса, когда машина идёт, так скажем, по саду расходящихся тропок. То есть она видит, что если при таком маркёре, при таком уровне маркёра у онкологического заболевания другой маркёр повышен, то она идёт по этой тропке, машина сама. А если понижен, то значит этот человек уходит в сторону здоровых. И так далее это целое дерево решений. После того, как учёные получили обученный алгоритм, они создали программу, в которую уже можно было заносить данные, полученные от пациентов. однако, чтобы провести такое исследование, нужна очень серьёзная лабораторная работа. Это иммуохимическое отделение. В этом отделении в рамках проекта онкопоиска мы определяем два параметра. Бета-2 микроглобулин и Д-димер. Они сами по себе совершенно другую роль играют. Здесь всё в совокупности имеет значение. Здесь, в центре крови Сеченовского университета хорошо видно, что провести исследование сразу по стольким параметрам – это целая цепочка операций. На этих анализаторах происходит исследование четырёх из этих 18 параметров. Анализатор связан со своим компьютером. Он получает задания из лабораторной информационной системы, когда пациенту оформляется заказ на данный вид исследования. Вообще же все 18 исследований проводятся на разном оборудовании, которое располагается, представьте, в трёх помещениях. Разработка метода завершается, и скоро новая диагностика войдёт в клиническую практику. Болезнь на ранней стадии мы выявим, но как вообще избежать встречи с онкологией? Может быть, стоит прислушаться к этим простым, но действенным советам? Около 70-80% случаев онкологических заболеваний можно устранить, нормализуя свой образ жизни. Что это значит? Первое, конечно же, нужно отказаться от курения. Это один из основных факторов риска не только рака лёгкого, но и других онкологических заболеваний. Отказаться от алкоголя. Вести здоровый образ жизни, в чём это заключается? Как можно больше двигаться? Есть здоровое питание с большим количеством овощей и фруктов и уменьшая обработанное мясо в своём рационе. Больше бывает на свежем воздухе. И в том числе у нас есть возможность проводить вакцинацию. Есть определённые злокачественные новообразования, которые тесно связаны с инфицированием вируса. Результат очевиден. За первые 6 месяцев 2020 года смертность от онкологии по данным Минздрава упала на 5%. Вдумаемся в слова специалиста. 80% профилактики это образ жизни. А уж он-то в наших руках. Далее в программе. Когда континенты были действительно большими? Или о чём может рассказать магма? Мы можем заглядывать внутрь нашей планеты, возвращаться далеко в прошлое, как на машине времени, и устроить так называемые палеореконструкции, реконструировать положение континента в прошлом. Рассвет наших царистских ранжерей был где-то с 1802 по 1825 год. В то время продавали разных черенков, растений, плодов на 25 тысяч рублей в год. Музей-заповедник Царицыно славен не только дворцом и фонтанами, но также ананасами и померанцами. И это ещё не самое экзотическое из выросшего в здешних оранжереях. Эти птицы, они являются источником поступления данных стойких токсических загрязнителей на территорию Российской Арктики. Учёные из лаборатории арктического биомониторинга выяснили, откуда поступают токсические вещества на территорию Русского Севера. Между Европой и Америкой ещё 360 миллионов лет назад не было никакого океана. С юга к ним вплотную примыкали Африка и Южная Америка, а территория нынешней Москвы томилась от жары и радиации на широте экватора. То была эпоха суперконтинентов. Много воды и вулканической лавы утекло с тех пор. Но сведения о том, что происходило много миллионов и миллиардов лет тому назад, до сих пор хранятся на нашей планете. «Такие суперконтиненты существовали не раз в истории Земли. Самый молодой 250 миллионов лет тому назад, более древний примерно миллиард лет тому назад, потом ещё предшествующий континент миллиард 800 миллионов лет тому назад и самый древний из известных суперконтинентов это 2 миллиарда 500 миллионов лет тому назад. Процессы, которые приводят к образованию суперконтинентов, они до сих пор не до конца изучены. Но очевидно, что это глобальные процессы, они связаны с эволюцией Земли как планеты, с эволюцией ее внутренних оболочек. Чтобы определить расположение тех или иных континентов в определенный период времени, палеомагнитологи Института физики Земли Российской Академии Наук исследуют застывшие магматические породы, образованные в результате извержения вулканов, лава которых по той или иной причине не вышла на поверхность. Одно из уникальных мест в нашей стране, где можно обнаружить интрузивные комплексы с магнитными образцами, дайками, — Кольский полуостров. Изучая эти дайки, мы пытаемся реконструировать, то есть восстановить положение Кольского полуострова в то время. Какое место он занимал в структуре вот этого суперконтинента, с какими другими континентами он располагался близко, контактировал, на какой широте он располагался. Через вот такие вот образцы, казалось бы, маленькие, невзрачные, да, и, ну, камень и камень, да. Вот изучая их, мы можем заглядывать внутрь нашей планеты, возвращаться далеко в прошлое, как на машине времени, и устроить так называемые палеореконструкции, реконструировать положение континента в прошлом. Образцы, которые добывают палеомагнитологи, — это магматическое тело, образованное в результате заполнения магмой вертикальных трещин в массиве горных пород. Вот дайки — порода долеритов, аналог базальта. В них содержится много минерала магнетита. Магнетит, ну, от самого названия, да, это он магнитин. И он представляет собой естественный носитель информации на Земле. Ну, как мы все знаем, есть жесткие диски, магнитные пленки. Там тоже используется магнетит для записи информации. Вот в горных породах, в которых присутствует магнетит, эти горные породы мы можем рассматривать как магнитную ленту своего рода на Земле. Исследования в лаборатории палеомагнетизма и магнетизма горных пород, цель которых — определить время образования даек, начинается с дробления образцов и выделения из них минералов, которые впоследствии разлагают на отдельные элементы. Мы находимся в немагнитной комнате. Она надёжно экранирована от внешнего магнитного поля Земли. И здесь магнитометр, специальный прибор, который работает на эффекте сверхпроводимости. Он захолаживается жидким гелием. Измеряет очень слабую-слабую намагниченность образцов, которые мы отобрали на Кольском полуострове из тех самых дайк. Вот этим образцам, которые сейчас робот берёт, поднимает и опускает внутрь магнитометра, им 2,5 миллиарда лет. Прибор позволяет измерять намагниченность сразу 100 образцов. Другой такой установки в России у нас нет. Ну и в целом в мире их тоже не так-то и много. Результаты измерений, которые выдают прибор, постоянно выводятся на монитор компьютера. Положение вот этой точки — это положение направления вектора намагниченности, то есть самой намагниченности этого образца. И зная направление, зная координаты этой точки, мы можем вычислить, на какой широте находился Кольский полуостров 2,5 миллиарда лет тому назад, и как он был ориентирован относительно современного меридиана, то есть на какой угол повёрнут. Исследования палеомагнитологов совершенно неожиданно получили ещё и прикладное направление. Оказалось, что они могут быть интересны геологам для разведки полезных ископаемых. Бурить скважины, как это делается обычно, очень дорого. А те исследования, которые мы проводим, во много крат дешевле и экспресснее, то, что называется, мы делаем их быстрее. И хотя мы не даём стопроцентного результата, но тем не менее мы даём важные предпосылки, по которым, используя их, они могут делать какие-то предварительные выводы о рудоносности того или иного района. Исследуя прошлое Земли, на которой, как уже выяснили учёные, все изменения, в том числе и расположение континентов, происходят циклично, каждые 600-800 миллионов лет, можно делать выводы. Последний суперконтинент распался 250 миллионов лет тому назад. И это означает, что примерно лет через 400 миллионов, 500 миллионов должен образоваться новый суперконтинент. Есть предварительные расчёты, что он образуется даже немножко раньше, примерно через 250 миллионов лет. Но это, естественно, догадки, наши гипотезы. Поживём и увидим, как говорят. Невероятно, но факт. 200 лет назад хитом русской кухни были щи из ананаса. Ананасы квасили, солили, как капусту. Ну, просто не знали, куда их девать. Но позвольте, откуда ананасы на широте Москвы? Уж явно здесь не тропики. Вырастить в нашем климате ананас? Да это ж, небось, целая история. Или так только кажется, если не знать нюансов? Ананасы в солистных оранжереях выращивали издавна. У нас была здесь целая ананасная оранжерея в 19 веке. Было более 500 штук ананасов. Да что там ананасы! Богатством этих оранжерей позавидовали бы все королевские сады Европы. Груша, слива, вишня. Выращивались также и красная смородина здесь, и крыжовник, и махровый, и черный, и разный. Малина, причем разного цвета. Если нам сейчас говорят, что малина вот наша желтая, оранжевая, красная, вот 250 лет назад в Царицинском парке, а конкретно на оранжерейном конкурсе, все это уже было. Есть здесь и по-настоящему диковинные фрукты. Сегодняшнему зрителю может быть и незнакомые вовсе. Что это, как думаете? Мандарин? А вот и не угадали. Сейчас мы видим померанец. Это старинное растение, которое у нас в Царицинском оранжерее, росло еще в 1775 году. При покупке Екатерины Второй этого поместья. Село Черная Грязь принадлежало тогда князю Кантемиру. Но Екатерина не пожалела 25 тысяч рублей, огромные в ту пору деньги, чтобы приобрести сей райский уголок под свою новую резиденцию. Так началась история Царицына. Ну а княжеской резиденцией теперь, соответственно, предстояло стать царской. Но, увы, как известно, постоянством в своих чувствах Екатерина не отличалась. Пока для императрицы строили здесь достойный ее дворец, она разлюбила Царицына, а потом и вовсе умерла. Ни сын, ни внук ее к затее интереса не проявили. Наш дворец так и не стал в целом императорскими. Екатерина Вторая никогда не жила. И он пришел в запустение. Соответственно, оранжереи, вот этот большой зал, который во всех других оранжереях он считался как парадный. И вы видите, он действительно парадный, с большими колоннами, светлый. Но на тот момент в нем просто выращивали плоды и продавали населению. Со временем, однако, царицинские оранжереи превратились едва ли не в главный садоводческий центр страны. Рассвет наших царицинских оранжерей был где-то с 1802 по 1825 год. В то время продавали разных черенков, растений, плодов на 25 тысяч рублей в год. Здесь была открыта школа садоводства. Но, к сожалению, так как большой дворец не был построен, императорские особо не приезжали. И к 1860 году стали здесь давать все в аренду. И к 1880 году оранжереи как таковые прекратили свое существование. И лишь в 2006 году было принято решение восстановить царицинские оранжереи. Были большие археологические раскопки, изучения. Все оранжереи стоят в тех местах, где они тогда были. Архитектурный облик снаружи сохранен. Но внутри, естественно, кроме колонн, ничего другого не сохранилось. По общим царицинских оранжерей была всего одна пальма. Но так как этот парадный зал, а парадный зал в 18-19 веках всегда предназначался для прогулок, для усиления, поэтому мы решили, что в центральном зале у нас будут пальмы. Но среди пальм, конечно, у нас много других растений. И все-таки нашей основной задачей является восстановление того исторического ассортимента, который был тогда в начале 19 века. Сегодня в этих оранжереях более 350 видов растений. И по словам сотрудников музея-заповедника Царицына, это еще только начало. Так что, возможно, однажды, благодаря их усилиям, в меню аутентичных ресторанов русской кухни снова появятся щи из ананаса. Редактор субтитров А.Семкин Территория Крайнего Севера России почти непригодна для сельского хозяйства. Да и большие города здесь не строились, уж очень далеко от центра. И все же здесь проживает 17 разных национальностей, почти полтора миллиона человек. Основу же рациона народов Крайнего Севера составляют рыба и перелетные птицы. Как показали последние исследования, в них-то и кроется опасность для здоровья человека. Изучение именно мигрирующих видов птиц, оно очень важно именно в том ключе, что эти птицы, они являются источником поступления данных стойких токсических загрязнителей на территорию российской Арктики. Лаборатория биомониторинга Арктики в Северном Арктическом университете одна из самых молодых. Ученые поставили перед собой задачу выявить, как же попадают загрязняющие вещества на русский север. Были изучены пути миграции диких гусей. На территории Архангельской области Ненинского автономного округа происходит в основном размножение данных видов птиц. То есть здесь они именно откладывают яйца и выводят птенцов. Тогда как в Европу они улетают именно на зимовку, для того, чтобы накопить ресурсы, которые необходимы им для воспроизведения. Вот эти зимовки и приводят к накоплению вредных веществ в организме птицы. Причем если в планктоне или растениях концентрация этих веществ незначительна, то на более высоких уровнях количество канцерогенов в организме возрастает в сотни и тысяч раз. Такое явление называется биомагнификация. Биомагнификация – это явление, которое приводит к тому, что изначально малые концентрации, которые животное может получить из окружающей среды, эти концентрации, проходя через цепи питания, увеличивают свою концентрацию на каждом трофическом уровне. То есть на высших трофических уровнях, в том числе и для человека, эта концентрация становится более значительной и более опасной. Казалось бы, Европа считается экологически чистым континентом. Ведь Стокгольмская конвенция еще в 2001 году ввела перечень стойких токсических загрязнителей, которые опасны для здоровья населения и должны быть запрещены к производству и употреблению в мире. Но концентрация этих стойких загрязнителей на сельских полях европейских стран все еще остается высокой. Германия и Голландия, которые исторически были крупнейшими производителями хлороорганических соединений, пестицидов, инсектицидов, которые в дальнейшем поставлялись в другие страны, в другие государства. Эти пестициды применяли в сельском хозяйстве и на европейских полях, пока не выявили вредное их воздействие на здоровье человека. Именно эти вещества и накапливают зимой в своих организмах перелетные птицы, а потом переносят их на территорию русской Арктики. Периоды размножения птиц, они в основном случаются весной и осенью. И весенние и осенние периоды на севере у нас сопряжены именно с охотничьими периодами. То есть именно идет активное их потребление, в том числе и мясо птицы, и в том числе и их яиц. Сегодня до 80% рациона коренных народов составляют мигрирующие виды птиц и рыб. Заменить их на другие продукты пока не представляется возможным. Поэтому ученые решили обратить внимание на особенности приготовления пищи у малых народов Севера. Смотреть на то, каким образом готовят пищу коренные народы. То есть если они варят уху, то, соответственно, будем смотреть, как себя ведет вареная рыба. Или копченая рыба. То есть вот в зависимости от народных способов приготовления. И здесь ученым ни много ни мало придется изучить кулинарные рецепты всех народов, проживающих на севере. То есть это нам даст понимание, какой способ приготовления минимизирует риски поступления токсикантов в организм человека. Ну, соответственно, мы будем это делать только с теми видами, которые потребляют в пищу коренные народы российской Арктики. Сегодня удалось выявить пути миграции птиц не только на северо-западе, но и на Дальнем Востоке. Так, в Чукотский автономный округ птицы прилетают гнездицы из Китая и Японии. Теперь необходимо исследовать здоровье самих жителей Крайнего Севера. Работа предстоит огромная. И ученые из лаборатории биомониторинга Арктики готовы ее выполнить. Дальнем Востоке Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова